Ментальная арифметика – это способ обучения быстрому счёту. Однако сегодня педагоги ставят перед собой цель не просто научить скорости вычислений, но и развивать мышление. В Хасавюрте прошло открытие филиала школы ментальной арифметики «Юсимас». На мероприятие в качестве почётных гостей были приглашены представители администрации, а также дети и родители. Обучение ментальной арифметики осуществляется по специально разработанной программе, где учатся дети от 4 до 14 лет. По словам руководителя школы Мадина Исаева, открытие школы ментальной арифметики в городе – это значимое событие, поскольку это позволит детям развиваться и выявлять способности к быстрому мышлению. В этом деле первый раз. Будем надеяться, что всё получится, потому что все учителя у нас очень сильные. Прошли подготовку. Сейчас они прошли первый уровень. Когда дети закончат первый уровень, мы уже будем вызывать педагога, чтобы она обучала наших учителей по второму уровню. Обучение детей проходит с помощью инструмента, похожего на счёты – абакус. Абакус – это основной инструмент, с помощью которого учат ментальной арифметики. Сначала ребята учатся работать с ними физически, перебирая кости пальцами обеих рук. Постепенно с каждой тренировкой абакус всё больше становится частью воображения. Для детей и родителей был продемонстрирован показательный урок. И подробно рассказали, что собой представляет ментальная арифметика. Если говорить простыми словами, то можно сказать, что эта программа не математика. Не как в школе. Она отличается от школьной программы тем, что это лишь часть математики. Это арифметика. То есть дети на наших занятиях учатся складывать, вычитать, умножать, делить. Все эти действия, наверное, вам знакомы. Также на более продвинутых уровнях дети учатся вычислять проценты, работают с квадратными корнями. Также складывают, вычитают дробные. Хотя в центре методика обучения вычислением предполагается обращение и к личностной стороне учащихся. Методика основана на принципах работы обеих полушарий мозга. Левая отвечает за логику, речь, анализ и рациональность. В то время как правая за мечты, воображение, спонтанность. Задействовав одновременно оба полушария, можно добиться сдачевых успехов, отмечают педагоги. По завершению показательного урока для детей и родителей была организована небольшая праздничная программа, куда вошли танцевальные номера, развлекательные игры и угощения. Как обозначили организаторы, школа откроет свои двери 1 сентября. Пика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».